Ребят, всем привет! Не у каждого из нас есть деньги на покупку нового смартфона Xiaomi. Но каждый из нас хотел бы обновиться до MIUI 12. Но, к сожалению, не все смартфоны поддерживают это обновление. Это касается довольно-таки большинства моделей. Ну, модели, конечно, действительно старые, но всё равно обновить-то хочется, хочется. Смартфон хороший, хороший. Как бы даже, может, и продавать не хочется. Так вот, я в этом видео вам покажу и расскажу, как можно обновиться до MIUI 12 на тех смартфонах, которые его не получат официально. Друзья, инструкция будет всегда работать живее живых. Так что в любой момент, когда вы увидели это видео, можете повторить то же самое. И самый интересный, наверное, момент, вопрос, который всех волнует. А как будет этот старенький смартфон работать на новой прошивке? Я вам скажу следующее. И мои слова многие подтвердят. На MIUI 12 старые аппараты почему-то работают просто офигенно. Например, этот Redmi Note 4. Друзья, он работает на MIUI 12 шустрее, чем на MIUI 11. Просто пушка. Ну, давайте я вам покажу. Тут, получается, подсветок нету. Кнопок я толком не вижу, куда я нажимаю. Ну, смотрите. То есть, все работает очень-очень быстро. О, боже, чуть не улетел. Итак, значит, как вы уже поняли, ребят, действительно работает шустро. А самое главное, здесь все работает. Ребят, еще момент. Не обращайте на качество экрана. Здесь у меня защитное стекло. Стекло прям убогое, китайское. Еще и наклеено коряво по бокам воздух. Ну, короче, на это не обращайте внимания. Уж такой мне телефон достался. Значит, по поводу работы, как я уже сказал, все работает офигенно. Отпечатки пальцев, там, звонки. Все на свете, все шикарно работает. Супер обои здесь есть. Здесь есть еще, вот смотрите. Активный экран и блокировка. Заходим сюда. Здесь активный экран можно включить. Выбрать любой стиль, который вы хотите. Также, ребят, если выключить двойные часы, то мы можем выбирать разный интересный стиль. А их здесь, поверьте, немало. Очень много красивых, разных, интересных стилей. Итак, ребят, давайте еще вам покажу. Значит, хотел вам показать уведомление. То есть, когда нам приходит уведомление, по бокам экран вот так вот красиво моргает. То есть, ну, аппарат просто стал настоящим монстром. Просто вообще красавчик. Итак, давайте я вам покажу, кстати, как это работает. Так, выключаем. Ну вот, пожалуйста, наша картинка. Видео, анимация красивая. Итак, друзья. Сеть, симка, все это дело, все работает. Давайте я вам расскажу, как можно установить MIUI 12 на старые смартфоны, которые не обновятся официально. Причем это можно сделать прямо сейчас. Но, если у вас процессор MTK, то, скорее всего, вам придется ждать довольно-таки долго. Все, что я буду говорить, касается Snapdragon-версии. Друзья, прежде чем мы продолжим, хочу вам порекомендовать телеграм-канал Андрохак. На этом канале вы найдете огромное количество взломанных игр и приложений. Все они куплены и с премиум-подписками. Например, тот же YouTube Wants, то есть модифицированный YouTube без рекламы. Spotify, Яндекс с подписками, программы для взлома Wi-Fi и огромное количество другого софта. И, кстати, многих из этих программ и игр нету даже в Play Market. Одним словом, этот телеграм-канал просто рай для тех, у кого Android-смартфон. Все ссылки на канал в описании, а мы продолжаем. Значит, для того, чтобы обновить старый смартфон на MIUI 12, единственный выход, единственная возможность, это установка локализованной прошивки. Можно сказать, кастомной. Для этого вам нужно, чтобы у вас был разблокирован загрузчик и установленная ТВРП. А после я перезагружу этот смартфон тоже в ТВРП и покажу вам, какие нужно манипуляции там делать, чтобы установить MIUI 12. Итак, ребят, для того, чтобы найти видеоинструкцию по установке ТВРП именно на вашу модель, а также, конечно же, все ссылки, мы идем в YouTube и вводим, например, на тот же Redmi 4X. Смотрите, вводим, можно по-русски, можно по-английски, не важно. Redmi Note 4 и пишем, например, прошивка. То есть, я уже кучу видосов поснимал и везде все ссылки есть. Вот смотрите, установил чистый Android 10 на Redmi Note 4 4X. Значит, что вы делаете? Вы заходите в видео и вам нужна не установка Android 10, хотя, если понравится, десятку можете установить, но нас интересует установка именно Recovery. Поэтому мы здесь идем, ищем все эти ссылки. Вот смотрите, папка Tools, если надо, Recovery. То есть, вот здесь я все показываю. То же самое с другими моделями, например, давайте сюда добавим, давайте вот так сделаем Redmi 4X прошивка. Вот, пожалуйста, опять же, та же инструкция. Залетаем и делаем то же самое. То есть, почти по всем моделям, вот, пожалуйста, Redmi Note 5, но Note 5 MIUI 12 получит, поэтому вам это даже не нужно. То есть, инструкции почти на все есть. Если что-то не нашли, в описании под видео будет ссылочка на Telegram канал, друзья мои. Перейдете туда, и там вы можете задать вопрос. Ребята вам помогут, ответят. Итак, сейчас я вам покажу. Вот смотрите, группа в Telegram. Нажимаем сюда, и у нас откроется, вот, группа. Все, про Xiaomi. Сюда вы можете написать свой вопрос. Видите, вот, люди пишут, друзья, почему у меня там вот так выходит, всяк выходит, и так далее. То есть, задаете вопрос, ребята вам подскажут, помогут, я сам там часто сижу. Но это если вопрос возник, да. Если не возник, то не паримся вообще, делаем все как надо. Но имейте в виду, что, конечно, это все не так уж легко, но не так легко это на первый взгляд. А после того, как вы сделаете, вы скажете, да ё-моё, да тут делов-то вообще расплюнуть, как говорится. Наскачать MIUI 12 для всех этих смартфонов можно с формы 4PD. Но поскольку все индивидуально, поскольку я рассказываю сейчас про все модели, конечно же, ссылки на все модели я не могу оставить, но покажу вам, как можно будет найти. Ну что ж, мой смартфон сейчас тоже находится в ТВРП. И смотрите, что нужно здесь делать. Ну, желательно, я даже скажу обязательно, у вас должна быть microSD карточка, такая маленькая флешечка, которую нужно вставить в телефон и заранее уже скачать туда прошивку. То есть перед тем, как установить ТВРП, прошивка уже должна быть на флешке. Итак, если у вас стоит уже ТВРП, то вообще круто ставим просто прошивку и понеслась. Какие нужно манипуляции здесь делать? После того, как мы попали в ТВРП, идем в Vibe, Format Data. И жмем ОК. Друзья, если у вас появится ошибка, видите, у меня ошибок нет. Если у вас появится ошибка, то идем в Reboot Recovery. Перезагрузиться снова в Recovery. Снова делаем Format Data и у вас уже ошибок не будет. Если ошибки и так не было, то идем сюда. Здесь ставим галочку на все эти пункты. И делаем свайп. MicroSD не трогаем, потому что наша прошивка находится на как раз-таки нашей флешке. После этого желательно в Reboot и Recovery. Делаем свайп. Ждем. Телефон сейчас снова загрузится в Recovery. После того, как телефон загрузился в Recovery, идем в Install. Нажимаем Select Storage. Выбираем нашу память. И, друзья, нам остается только нажать на MIUI 12. Делаем свайп. И ждем, пока прошивка установится. По времени это минут где-то 3. А после того, как установилась прошивка, нажимаем Reboot System. И ждем минут, чтобы вам не соврать, около 10, пока телефон наш запустится. Итак, наш смартфон включился. Здесь первоначальные настройки. Все это мы делаем быстренько. Сейчас пройдем. Wi-Fi, кстати, даже 5G сети ловит. То есть 5 ГГц это вообще супер. Итак, ни одна прошивка MIUI 12 не включается, пока ты не выберешь какой-нибудь пароль. Потом, после того, как мы введем пароль, пропустим настройки, можно зайти и отключить это все дело. Итак, давайте сделаем то же самое. Выберем какой-нибудь пароль. Заодно вы убедитесь, что отпечаток здесь работает. Окей. И вуаля. Ну все, прошивка запустилась. И я всем вам советую, после того, как прошивка запустилась, несколько раз, ну хотя бы минимум 2 раза, перезагрузить телефон. То есть дать ему немного очухаться, дать время прошивке усесться на свое место, чтобы она себя хорошо чувствовала. Как видите, работает-то все шикарно. Но пару раз перезагрузите телефон, и прошивка будет пушка. Это самый лучший, самый легкий, самый доступный и возможный способ установки MIUI 12 на смартфоны, которые не получат его официально. Сейчас, друзья, я вам покажу, как найти прошивку для вашего телефона. Ну и на этом мы закончим наше видео. Давайте перейдем к компьютеру. Ну а для того, чтобы найти прошивку для вашей модели, друзья, заходим в Google, в Яндекс, неважно, и пишем название вашей модели, рядом, for pda. Далее нам нужно найти вкладку под названием прошивки MIUI. Залезаем сюда, и здесь мы ищем спойлер прошивки, и спойлеры прошивки, вот, пожалуйста. Видите, сколько здесь прошивок. Какие-то на MIUI 11, какие-то на 10, а какие-то на MIUI 12. Вот, как мы видим, сверху это самые новые. Видите, здесь 20, 20, 20. Это вот все MIUI 12. Например, вот я сейчас вам показывал Xiaomi EU. Нажимаем сюда, у нас открывается специальный пост, и здесь все написано, какие могут быть ошибки, что может быть, что работает, ну и так далее. Ну и, соответственно, есть ссылка на скачивание. Нажали, и у нас открывается ссылка для скачивания нашей прошивки. Вот таким вот образом находим прошивку для вашей модели тоже. Еще раз повторюсь, если возникли трудности, вопросы, ссылка на нашу группу в описании. Переходим, и, собственно, там можете задать вопрос, получить на него ответ, да и, может быть, помочь кому-то другому, если вы разбираетесь в телефонах. Одним словом, это наша такая группа, где мы с ребятами сидим и обсуждаем все, что касается Xiaomi. Так что залетаем к нам. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok